Прокурорский надзор За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 265 судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 491 обращения граждан и юридических лиц. Достойные условия для детей-сирот. Сотрудники прокуратуры Ленинского района провели проверку в доме номер 1 по улице Кулакова, где сейчас проживают воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом». И выяснили, что здание не соответствует нормам санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. В учреждении отсутствуют воспитательные группы по квартирному типу, каждая из которых должна включать в себя отдельные комплексы из жилых комнат, санузлов, помещений для отдыха, игр, занятий, приема и приготовления пищи, а также бытовые помещения. Медицинский кабинет учреждений не имеет необходимого набора помещений, в частности двух палат изолятора и приемно-карантинного отделения с отдельным входом. По результатам проверки был направлен иск в суд с требованием обязать учреждения создать нормативные условия проживания для детей, а Департамент труда и социальной защиты населения профинансировать эти мероприятия. Иск прокуратуры был удовлетворен полностью, а решение суда пока не вступило в силу. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура добилась ликвидации незаконных сооружений на пляже «Золотой». Установлено, что часть территории пляжа расположена в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя». При этом общество с ограниченной ответственностью «Балаклава Марин Сервисес» в нарушении требований действующего законодательства на указанном участке разместило сооружения для подъема плавсредств, настилы для палаток, а также навесы и турники на деревянном основании без согласования с Департаментом природных ресурсов и экологии города Севастополя. Департамент городского хозяйства демонтировал незаконные сооружения и сложил составные части конструкций на той же территории. После иска природоохранной прокуратуры суд обязал предприятия привести территорию в первоначальное состояние. Решение Балаклавского районного суда пока в законную силу не вступило. На минувшей неделе севастопольские прокуроры отметили 299-ю годовщину со дня основания прокуратуры России. Поздравить правоохранителей пришли губернатор города Михаил Развожаев и председатель законодательного собрания Владимир Немцев. Они вручили работникам надзорного ведомства почетные грамоты и благодарности. На собрании присутствовал и председатель Совета Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Анатолий Шенберг. С поздравительной речью к правоохранителям обратился прокурор города Марк Большедворский. Наша работа – это не только цифры, это закрепленные в отчетах. Прежде всего, это отстаивание прав и законных интересов граждан, чьи права мы с вами можем защитить. От того, насколько результативно действует сегодня прокуратура, зависит вера людей, справедливость, равенство всех перед законом, способность государства надежно защитить права, достоинство каждого человека. Накануне праздника правоохранители посетили заслуженных работников ведомства. Медалью ветеран прокуратуры была награждена пенсионер Лариса Борисовна Махиня. Успехи севастопольских правоохранителей были высоко отмечены Генеральной прокуратурой России и прокурором города. Сотрудникам вручили награды и подарки от федерального ведомства. Объявили благодарности. Прокурор города вручил дипломы по итогам конкурсов на звание лучшего прокурора по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, лучшего наставника, лучшего прокурора по надзору за исполнением федерального законодательства, лучшего прокурора-цивилиста прокуратуры Севастополя в 2020 году, а также финалиста конкурса «Лучший государственный обвинитель». Продолжение следует...